А это кто-то правил? Это шутлины. Сейчас. Режим не... Таки вот. А чё творишь? Я тут рада. Перестроилась. Ну чё, такое можно? Вполне очень вкусно. Всё-таки седьмой континент хороший, что свиньи, да? Так, понятно. Я пиваю свиньи. Хорошо, мы всё равно сейчас закатываем. Да. Я там пока фактически не станула, он мне вот открыл. Большой симметрию. Она холодная. А чё тут не получается? Да, она это... Это бревно мешает. А может, проще треногу эту пойдём? Я не знаю. А может, проще треногу эту пойдём? Я не знаю. Нет, треногу эту информацию. Ну, сами сами, я всё нормально. Да не бревно. Да видишь, у неё шашлыки, ты в другую сторону. Я не противая рука. Это который с магазинка? А чё я не стала особо умудрить? Пусть Антон был для меня друзей. Никулин. Где у него там попали закурить? Я скрыла её. Ты что, не мой? Там на фотографии один в один. Ну, у неё как раз в пользе. Вот она сидит, дудист. Всё подходит, Машка. Как с этого, чтобы написаться. Поэтому дали, сейчас пригласили на собрание. Ну ладно, нет. Смотрим, что друзейского. Не, ну а чё это? Я тоже, кстати, будто хотела сказать. Интернет-кафе открыт, да? Все из деревьев. Вай-фай зона сейчас будет. Как-то хорошо. Да, я вообще, совершенно не ощущаю, что не хочется. Я сказал, что я с тобой съезжу. Аккуратно. Ты ей сказал, что съезжу. Надо как-то смазаться. Надо как-то смазаться. Я понимаю, это просто мужика моя. Ну да. Идти срывать спину. Ну, не знаю. Опасно. Да, даже безгодно сидячая работа. Юля, расскажи какой-нибудь байчик. Ну, как байки? У нас только научно такие исследовательские истории. Никаких байк. Всё серьёзно. Всё по-настоящему. Пока тишина. Спокойно. Спокойно. Я не знаю, что нужно на них спрашивать, я не знаю. Сейчас собрать и поехать, потому как возможность такая. Я понимаю, можно поехать куда угодно, но тем не менее надо же как-то всем вместе действовать. Дети ходят на поля. С первого июня 25-го. Но они появляются в середине и 15-го. Армавир 1. Это горка, да? Под Новокупа. Армавир – это город Армавир. Это Армавир до Новокупа. Подожди. Первый июнь туда, да, получается? С первого июня по 25-го. Какие мужики не попали. Вконтакте выложена точная координатка, как прихода. Ну что, хорошо. Дальше. Ну вот, давай, давай. Меня зовут Настя. Сама я из Питера. Вот приехали мы вместе вот с Машей сюда. Я занимаюсь, можно сказать, с детства эксерсенсорикой. Как сама пытаюсь некоторые вещи на себе попробовать, так и немного в другом ключе. Я заинтересовала это, в принципе, несколько лет назад. Такое движение, как «Космопоиск». Вот первый раз здесь мы. Вот. Но просто я-то еще приходила в том году, как бы, даже в саму Москву по адресу, а в итоге оказалось, что где-то не действует. Там я только увидела здание, в котором ничего нет. Разваливаем нитку, вроде. Да, и развальная табличка «Космопоиск». Вот. И поэтому я как бы разочаровалась и подумала, вдруг, наверное, уже все там прекратилось действовать и все подобное. Ну вот, потом оказалось, что я была не права и хорошо. Вот. Что я была не права. Ладно. Цели и задачи у меня достаточно глобальные. Одни из которых – это предотвратить деятельность деструктивных тоталитарных сект. Мною написана книга «Свет будущего», в котором рассказываются многие мои цели, планы, идеи. Потом, если что, в принципе, могу подробнее рассказать, но сейчас это, конечно, не в тему. Так. Пожалуй, все. Вот. Готово позже приступить к изучению достаточно интересных вещей. «Меня зовут Константин. Я из Екатеринбурга. Приехал в первый раз. Приехал один. Про космопоезд я слышал давно что-то. Но так не интересовался особо. Тут примерно два месяца назад мне показали лабораторию альтернативной истории скляров. Я прочитал… Ну, что-то посолевского прочитал. Может, меня заинтересовала книга «Обитаемый у нас под земля». Его два видео – это «Провала. Поехала». Есть видео о том, что есть инфлятория дар по двух. Вот. Ну и, так скажем, стал дальше смотреть. А что еще есть? Я видел лекцию в инфлятории Черноброва, Дима. Она там, кажется, называлась «Современное состояние истологии». Посмотрев ее, я подумал, о, люди так реальными вещами занимают, чтобы найти, исследовать. И смотрю дальше, а что еще пришло поиск? В космопоиске оказывается встреча. Примерно через неделю. И как раз вот там интересные темы, серии «Как наблюдать», «Как понимать фейк и не фейк» и так далее. Думаю, вон, надо съездить. А потом смотрю, а еще неделю назад была в Екатеринбурге встреча, которую даже как бы и не знал много того. Так, позже. Вот и я приехал сюда. Мне это все любопытно, интересно. Вот. В Екатеринбурге есть группа, если что могу сказать. Я тоже, кстати, через ЛАИ и космопоиск. Я понял уже омегалиты. Вопрос есть кто-то? Ну да, почему люди занимают хобби? Хобби. Ну, одно из моих хобби – это самоземные технологии. Спорт какой-нибудь. Спорт. Ха-ха-ха-ха. На меру будет все. Чего и так только на него, а не на всех интересных. Здравствуйте. Ну, спорт я когда-то занимался альпинистом лазанием. О, видите? Вот, открывается. Поработал нашу помощь на альпинистом. Так, я-то немного. Вот, Маша, лазь его. Нет. Ну, альпинистом он был. Причем. Это же пригодится к успеху. Я? Да, 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 да. Товарищ Ленинградский. Алексей. Бандалент Алексеевич. Стойки-Керебурга. Громче. Громче. Ну, активист. С 2006 года езжу в экспедиции. Там занимаюсь работой. Участвую в экспедиции. Малыши. Громче. Как дела? Все. А, имя... Алексей? А, город? Как залез? Меня зовут Илья. Я из Владимира. Город Владимир. У меня два образования. Первый программист, второй экономист. Но я работаю промышленным альпинистом уже 7 лет. всех идет романтик ну сам как бы спортсмен занимаюсь в космопоиске грибтобиологии ходим за снежным человеком как ходим, бегем? по Сибири? по Сибири? ну и везде он же не везде, практически везде согласен, не везде, но это тема другого разговора с экспедицией собираемся, пытаемся сделать в июле сейчас Денис расскажет про эту экспедицию что, я что-то? это так светит прям в лоб Шестовицкий Денис, Рига Космопоиск, Прибалтика, так еще бывает сейчас коренной москвич уже 5 лет глубокий убор да, занимался аномалистикой военной истории, но последние годы занимаюсь криптозоологией в поисках великого гоминоида вот так все несколько экспедиций сделали в Кировскую область, в частности последние три года там сидели в этом году в планах у нас сплата футорана 11 июля вылет в Норильск нужно медсестра или врач она тут есть да поэтому, в принципе, если вы ее не встретите через пару месяцев, значит она улетит а позже мы не встретим а теперь Юля нужна что, для оказания первой помощи снежному человеку? да так что, если есть вопросы, задавайте по криптозоологии по последним событиям, в принципе что-нибудь могу рассказать нас здесь несколько кто, наверное, поедет в эту экспедицию ну, если вдруг что-то не сложится тогда у нас чуть-чуть поближе это Хантамансийская область чуть-чуть поближе, да вот мы что, и там, и там сидели? и там, и там, да комаров кормить места очень интересные комаров там больше я чувствую, ребят, я там был готовьтесь а мы, кстати, вас пропустили правда? да! а он, кстати, вопросик такой так, так, так не спешал одному парню из прибалки не, 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 не пропустили представьте, представьте в Вильнюсе есть незнативные группы есть что-то такое я бы сказал, что будет с ними связываться в Вильнюсе? давайте, ребят, давайте вы потом, да ну, я лично не знаю может, Гуща знает, но я не знаю может, что, я, как бы, самая влетелась, не учусь представьтесь, пожалуйста у нас пропустили Юрий меня зовут, фамилия Чернышок город славный, Саратов космопоиски с 2006 года значит, лет 8, да, получается в основной профессии инженер электронной техники по второй профессии геофизик промысловой геофизики как раз с тех мест Ханты-Мансийск, Сергут в Западной Приобье это моя сфера 9 лет там проработана такое и не такое ну, что еще последние годы последнее время с 900 1992 года основная профессия журналист ну, последнего года ну, последний год немножко писатель расписался и пошло, пошло, пошло ну, сегодняшний ручку расписал ну, да, да такой механический рефлекс пошел сейчас собираются принимать в союз российских писателей написано 3 толстых книги еще 3 а какая тематика? тематика историческая реагическая вот 3 больших книги это, наверное, можно назвать историческое расследование а 3 небольших а может быть там у других цивилизаций ну, вот если нашей логике следовать что где-то в космосе в любом случае существуют какие-то цивилизации ну, галактик множество это давно мы слышали, да значит и при этом вследствие нашего прогресса неотвратимость выхода в дальний космос или другие измерения она тоже вот ну, рано или поздно это произойдет через 100-1000 лет если нас не смоет там с нашей планеты мы рано или поздно в будущем встречаемся с ними и возможно опять же теоретически нас надо к этому как-то подготовить может быть может быть это происходит стихийно а может быть или целенаправленно вот и и вот если опираться на такое предположение да это давно существует такая теория вот и предположить что ну есть какой-то вот собирательный такой показатель подготовленности населения да и и если мы можем узнать вообще как как ну детали прогрессирования вот этого показателя то мы сможем аппроксимировать дальнейший рост примерный тенденцию и ну как-то примерно тоже определить какой-то критический уровень да например там что если 90 процентов населения готовы к этому то наверное вот в этот момент и может состояться контакт и тогда можно было бы ответить вот на интересный вопрос а когда же этот контакт произойдет может быть даже с точностью плюс-минус там десятилетия ну это было бы безусловно интересно потому что к сожалению без спорта никто точно не может сказать и вот к чему я это веду конечно делается очень много опросов они публичные и общедоступны но есть различные интернет сервисы которые вообще никак с уфологией не связаны но которые ведут разнообразную статистику которая нам может быть полезна это яндекс например в нем есть такой сервис wordstat в нем собирается статистика частоты ввода тех или иных слов и вот если взять уфологическую тематику да то запрос НЛО это наверное какой-то такой собирательный ну можно там какие-то другие слова и фразы подбирать ну вот я например ввел слово НЛО и он показал такой график к сожалению яндекс хранит эту статистику только точнее показывает эту статистику только за последние два года поэтому пришлось сделать ну вот я сделал полгода назад сохранил результат сохранил результат и буквально несколько дней назад вот но к сожалению он пока 2014 только начало там отображает хотя может с 1 мая там обновилось вот и если эти графики объединить то мы имеем с 2012 по 2014 такой график синим это абсолютное значение а красным относительно но относительно всего числа запросов в яндексе потому что аудитория там может меняться вот и правильнее опираться на относительные и что здесь можно наблюдать как ни странно в районе 2012 года там был уровень вот если в абсолютных показателе в районе так 350 тысяч запросов в месяц вот дальше там в конце 12 и так в районе 2013 года это уже там в районе 300 тысяч запросов а за последний год вообще 250 в среднем ну вот был пик там в начале 2014 кстати говоря почему-то не было скачка когда метеорит да и вот я удивлен что нет скачка 15 февраля потому что в этот момент наши счетчики фиксировали просто запредельное увеличение интереса к уфологии космопоиску к слову НЛО потом я не вижу повышение интереса к теме 2012 ну и там нагнетали обстановку здесь вот есть рост какой-то но в целом так если посмотреть на вот эту статистику то пиковые значения они приходится на весеннее вот в районе марта в 12-ом году в 13-ом а в декабре вообще ничего да этот сервис общедоступный любой желающий может набрать wordstat.yandex.ru и увидеть вот эту картину честно говоря меня конечно разочаровала такая картина потому что ожидал я увидеть ну возможно это слишком короткий участок конечно логичнее наблюдать там десятилетий ну еще больше период но есть смысл так же рассматривать вообще в целом аудиторию как бы воспринимающую логическую тематику более структурировал то есть не так что не делить людей на тех кто просто верит в него и кто не верит а есть те кто склоняется потому что ну да скорее всего существует то есть четыре категории вот и если рассматривать вот так вот в виде такой структуры то возможно подготовка направлена на то чтобы там расширять там первую и вторую категорию либо же расширять только вторую почему потому что первая категория там людей которые вот прям ну опять же это предположение если человек скажем так настолько уверен что вот-вот прилетят инопланетяне он наверное на следующий день не выйдет на работу то возможно там возникнут проблемы в личной жизни и так далее в общем это опасно для социальной жизни на данный момент вот такая вот первая категория ну я имею ввиду прям таких вот людей которые слишком фанатично к этому относятся наверное и наверное перегревать вот такой вот градус может быть даже каким-то фейками явлениями опасно поэтому было интересно провести опросы опросы были сделаны в группах вконтакте разбитых по тематике и на форумах вот очень интересно что картина ну для разных тематик различается незначительно и видна общая тенденция на самом деле вот такие опросы уже давно проводятся и совсем недавно я слышал что в целом как бы процент людей которые допускают существование внеземных цивилизаций их сейчас уже в районе 50% ну вот оно и получается примерно так 20 плюс 40 тематика разная там ну высокие технологии айти и софт и железо группы потом вторая тематика творчество литература искусство третья тематика бизнес бюроуслуги строительство авто четвертая тематика женские формы группы и пятая тематика это детская подростковая ну вот очень важно на мой взгляд как раз посмотреть какой процент вот именно подрастающего поколения потому что это это может говорить о том что ну там через поколение да вот взрослых людей будет такой же процент и вот обратите внимание там на форумах например не странно к первой категории там уже относилось 37 процентов больше чем у всех остальных то есть можно сделать такое осторожное предположение что скажем через 10 минут